Итак, что мы делаем? Вообще, конечно, надо идти в Красную Локу, но есть у меня абсолютно полное убеждение, что там будет очень больно. Не спрашивайте, где я нашел золотое семечко, я тут кое-где побывал, я нашел золотое семечко. Короче, каким-то образом, когда я этого персонажа создал, я пытался просто как можно быстрее добраться до замка, и я вот где на переходе, получается, между... вот тут, на переходе между грозовыми вратами дальше к замку, и тут типа лежит семечко, самая первая, по идее, которую ты должен найти, и вот я его не взял. Я как-то там по-другому, короче, побежал, в итоге мимо него и забил его, поэтому у нас плюс один эстус, что в целом неплохо. Девять штук это как бы хорошо. А еще надо, кстати, из инвентаря нахрен убрать магический, потому что я им не пользуюсь. Угу, и вот это. Вот, больно. У нас на данный момент 58-й уровень. Туда ниже 60-го идти такая себе затея. Вот, но мы кое-что тут не доделали. В первых локациях тут есть некоторые пещеры, тут какая-то есть пещера. Но туда мы не пойдем, потому что вряд ли много душ дадут. А вот здесь мы немножечко как-то пропустили. Причем я не очень понимаю, где, наверное, деревня Альбиноров находится снизу, наверное, где-то внизу, что ли. Короче, будем изучать вот это конкретное место. Я не очень вдупляю, если честно, что именно так, как так получилось. И походим в этой серии просто по данжам, по катакомбам. Собираем всякое, всякую е, всякие дряни, которые нам просто банально нужны для, ну, знаете, уровня там. Преимущественно для уровня еще буду надеяться находить кузнечные камни третьего левела. Там есть парочка шахт, в которых мы бывали, но не заходили глубже. Вот, поэтому, может быть, это мы тоже докачаем. Так что, по идее, больших проблем возить тут не должно. Торопиться бесполезно. Если будем торопиться, то огребем. Поэтому пока что просто давайте попроходим здесь какие-то вещи. Тут, в принципе, не так много всего. Тут много катакомб. Тут много просто домиков, которые, там, я не знаю, в них либо предмет лежит, либо там торговец сидит такого уровня. Вот. А обнаружил я все это посредством аттрактивной карты, которую святые люди сделали. И я очень рад, что сделали. Потому что самостоятельно ходить здесь я не готов. Но есть хотя бы возможность это как-то сделать вот так. А теперь хороший вопрос. Где это все? А, наверное, это лагерь, что ли, отмечен? Не, не может быть. Там не может быть отмечен лагерь. Лагерь не отмечаются на карте. Тут, например, есть какой-то данж. Главная, конечно, проблема в том, что я не всегда понимаю, куда именно там надо идти. И то, что я просто знаю их примерное местонахождение на карте, не означает, что я знаю, куда идти и где их находить. Но это, знаете, эти детали. Может быть, вот здесь. Может быть, я выйду как-то туда. Потому что задачка интересна. Может быть, здесь... О-о-о! О-о-о! К минимуму, кристальная береговая пещера здесь есть. И это, наконец-то, не катакомбы, кстати. Не знаю, вот эти вот вещи я заколебался уже проходить, например. О, сразу сундук. Вот такой себе сундук. Это... У меня же была атака. Шустрые какие. Это просто проблема соус-лайков в том, что... Знаете, как работают открытые миры? Они, ну, предполагают, что в этом открытом мире есть что-то основное. Есть что-то второстепенное. Это мир Миядзаки. В мире Миядзаки не бывает второстепенных вещей. Если ты что-то не сделаешь, ты будешь страдать. Ну, либо ты будешь страдать, а тебе будет объективно сложнее. Ключ забыл отдать. Хотел ключ отдать. Вот как-то надо не забыть. Как-то надо не забыть отдать ключ товарищу на проход в академию. Я не думаю, что надо искать какой-то второй, потому что у меня есть бесплатный вход в академию в виде благодати. Вот тут... Тут... Ооо, подожди. даже неплохо выглядят потом а бы здесь слабенький конечно само собой кто-то уже бегает в сайте здесь то есть подожди какие есть люди которые сначала убили забываю как его зовут именно буквально потому что похоже раб радан радан кто-то убил радан и только пришел сюда кто-то все-таки перестрадал вот как я мог бы но я не хочу я пришел к выводу что я хочу играть эту игру спокойно спокойно это значит уверенно проходить игру до конца чудить на конечно прохожу до конца печал пока что все крайне бесполезно здесь как-то по берегу можно попасть на вот эту метку я поставил это там какая-то изба типа разрушена непонятно с чем есть у меня ощущение что мы все равно останемся на скеметарах до самого конца игры это будет типа тупо потому что казалось бы оружие есть интересное но я не знаю какого уровня падают эти катаны то есть понятно что они будут сильнее чем то что у меня если хотя нет не факт что они будут они будут сильнее в долгосрочной перспективе они будут сильнее с учетом того что я их прокачаю кто говорит что я вообще смогу их прокачать до нужного какого-то хорошего уровня учитывая что апгрейды нужны высокие ну прям реально высокий апгрейд нужно себя морозные улитки что-то новенькое впереди дверь отсутствует я говорю люди ходят просто тыкаются в стены а это все такие улитки тут мы на улучшение конечно не найдем я знаю где мы найдем помните вот эту вот эту вот эту шахту мы же не прошли в итоге просто ее открыл надо будет как-нибудь туда тоже зайти мы постараемся в этой серии все что вот я отметил по этой левой стороне карта быстренько открыть изучить смотреть 423 надо к мог плоти понял хорошо было бы круто если бы вот эти камни можно было покупать так бы облегчило процесс пусть они стоят дорого хорошо пусть они стоят там я не знаю третий уровень 5000 5000 рун за одну мне кажется вполне себе баланс просто они же не респавнится пора царь ищейка только только именно ищейка просто вот захочу я знаю там например прокачать эти катаны что-то типа наравильно что расчет на игру плюс нет даму в сету парни веселый мне подвигаться не даст могу даже отъехать ой как плохо я сделал а вот нормально просто нужно небольшое отвлечение можешь меня не бить как я не попал медальон с лазурным янтарем сколько за него 3600 сейчас потихоньку как раз уровень там до 60 60 чем-то накапает наверно вряд ли медальон на меня этот максимальный вес максимум ок увеличивается блин я бы какой-нибудь медальон на хп взял я же пришел от не отсюда попросту круг сделали а как вернуться если а можете возвращаться все дату и зачистили ну потому что я пришел с этой стороны они тут выход есть туда посмотрел вот и наверное здесь как раз есть халупа что-то 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 я говорила я говорю громко-звезды что я не имею ни одного медальон или что вы пришли чтобы вы получили больше от меня у меня остальные половины не достаточно что ты говоришь так что старый албус вернулся его медальон Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, я знаю, она вот Здесь Примерно вот эта часть карты И тогда, я думаю, это время До свидания, Лобо Латена Альбинорка О, может её взять с собой? Ну, в смысле, может её попробовать использовать? Сколько она стоит? Сколько она стоит? Семьдесят четыре Да хрена она стоит? А, у меня семьдесят четыре Это мой максимум, если что То есть я вот эти вот Сто десять, восемьдесят восемь Я их даже не смогу призвать Ну да Блин, может всё-таки Чуть-чуть-чуть-чуть поднять? Или, кстати, даже медальон использовать? А, ну семьдесят девять Не такая большая разница, короче Ясно Хроническая дуга Да, вот халупы И, соответственно, вот эту метку Можно убрать Только убрать метку Можно какой-то кнопкой просто это сделать? О И здесь метку снимем Так, хорошо С этим разобрались Теперь надо вернуться Да можно прям Даже тэпнуться, я думаю, сюда Ну не факт, что это здесь Возможно, это всё-таки нижняя локация Я потому что не уверен Слушай, деревню Альбиноров Мы проходили И Да То есть, типа, здесь Вот в эти места Пройти нельзя Я смотрю Подожди, вот туда, да? Ну С другой стороны Не вижу, чтобы внизу что-то было А это знаешь где? Это ещё выше Подожди Прикол-то в том, что Это не внутри И это не внизу Это наверху А как туда попасть? Наверное, как-то к башне Возможно, там есть поток воздуха Вот поэтому мы там и не Я-то думал Подожди, подожди, подожди Вот туда, наверх Надо как-то залезть Кстати, есть ещё данж Неизвестно где Поток воздуха Нема? Поток воздуха Нема Э Потому что там, вы видели Это буквально не может быть внизу Но это и не там внутри Соответственно Где это может быть? О, Александр А, нет Это не у меня Александр Это просто горшок Думаю, Александр опять застрял Вот сюда вниз как-то надо попасть Как Под дерево упасть Сейчас мы с тем местом тоже разберёмся Просто какая разница В каком порядке проходить Всё рядом Надо как-то спуститься И взяли квест Ну да, вот при неё говорили Что она как раз вот знает Где находится вторая полная медальон Но я и так знаю, где она была Она находится Помните, вот я рассказывал Да, что тут локации проходятся В определённом порядке Да, где финально это 21 И вот медальон Как и две мои катаны Как и задание это Которое она дала Они находятся в 20 Так что Нескоро мы там окажемся Друзья мои Да, не скоро Занят с мечом Получается у нас есть Пять полубогов Как мы выяснили Ну, типа это и в начале нам показывали Пять полубогов Мы знаем, где они все находятся Ну, и там и так понятно Где они все находятся То есть у нас следующий будет Родан Чего мы непременно ждём Потом у нас будет Товарищ в столице Дожди, у нас будет Родан Товарищ в столице Столица находится вот здесь Когда мы откроем Дектус и подъёмник А вот здесь находится Ещё один Четвёртый Не помню, как его зовут Гегель Г-г-г Там как-то Примерно так локация называется И Последняя Там ещё дальше Forbidden Lands Там находится Вроде как Не путать с Forbidden West Forbidden West Это Horizon здесь forbidden lens прыгнуть сейчас не помешает до конь конечно 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 верю верю да 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 обязательно уже прыгаю это комбуса к таком бы у тупика опять они кстати плотно и серьезно получилось бокс прикольный удивительно тут локация на оружие на плюс на плюс 45 на 1 плюс 34 или 454 даже если 45 у меня у меня 78 или 89 забыл уже о здорово я даже в этот раз не рассчитывал ничего увидеть как так получилось еще стена офигеть это что тайник в тайнике еще стена босс это же не босс файт катакомб это босс файт за секретной стеной улитка идет не улитка нифига ни хрена себе чё ты люстры дерешься дурак деть успокойся нате он равного равного врага что подожди улитка призывательница духов где улитка она где-то здесь это не враг это не босс где-то здесь есть улитка проблема он спиной бьет так улитку покажи где она где она вот она и типа милая я не успел успел стоять да даже не пытайся прах мага блестящих камней а я только прахи буду получать с катакомб а ну подожди это и не катакомбы а ну это секретный босс файт какой-то what the fuck но было неожиданно но погоди это же не то это просто секретная стена секретным микро боссом который толком даже ну вот и блин прикольный конечно товарищ такой пошел в задницу ну типа да здесь просто секретный ход а катакомбы туда продолжаются и рычаг не работает а че он не работает а может быть такое что мы где-то еще такое могли пропустить сто процентов ловушка абсолютно случайно просто думаю типа ну стена ну ну шанс маленький но ударю нашли улитку призывательницу духов я еще смотрю на босса думаю это как-то странно выглядит для улитки на улитку не похоже да а может все таки она был где один босс это она и была знаешь почему потому что прах солдат рай лукари да все прекрасно замечательно но здесь больше ничего нет типа может быть тут есть какая-то еще секретная дыра но это не точно и как бы куда да тут идти просто больше некуда тот рычаг скорее всего просто открыл дверь к этой улитки вот как раз мы получается и прошли ну тем более там вы на телепорт к выходу поэтому наверное да наверное это гг наверное просто такой маленький данж но это прикольнее нежели чем бегать да там а то великанов чем мы занимались какое-то время назад как бляха туда попасть возможно возможно через вот эти катакомбы но не через катакомбы в смысле а вот с той стороны туда должен поток ветра вести я не верю что это как-то иначе работает и ни хрена не вижу я просто думал а а ну да тут подняться же можно вон счет слева но нереально но там есть я вижу в какую сторону паркур прокачивать чтобы туда залезть это как это еще то место где я бегал говорил типов тут ничего нет внизу берег да ну типа там но там очень высоко нас бы туда не пустили ни за что в жизни давай как-то по кругу пробежим просто чем вот глубже я бегу в ту сторону тем дальше я от верхней точки это пачка врагов и и поток будет видно его сразу будет видно как только я подойду сейчас просто там окажусь а-а-а-а-а-а-а возму а подожди нет не 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 наверное так что нельзя всё я знаю как туда попасть мы пока я как бы знаю но не понимаю почему так это работает короче сейчас попробую объяснить скорее всего как это работает я просто знаю какая там 1 локация сверху находится мы туда скорее всего выйдем из-под подземелья очень велик шанс этого потому что вот такой ветряной поток от ну понятно это жесть такого быть не может короче вот эта штука вот эта штука это лифт это лифт который ведет знаете откуда от глубин наших любимых от нашей любимой реки ансель скорее всего когда мы просто попадем во вторую часть реки ансель и выйдем оттуда на лифте мы выйдем вот здесь и как раз можем здесь все залутать посмотреть именно на верхней позиции потому что как это сделать отсюда с другой стороны ну да ну и здесь тоже все неподъемное тут просто все гигантское видишь тут что-то есть то есть тут есть контент вот поэтому тут ничего и не можем пока сделать потому что это высоко туда каким-то образом надо подниматься на лифте скорее всего но там реально тупо лифт вот просто лифт поэтому для нас пока что это недосягаемая штука сорян да я думал что мы закроем это не закроем потому что я уже с той стороны посмотрел с этой стороны посмотрел это просто бесполезно но он бывает да это это логично потому что я еще думаю типа зачем мне давать возможность оттуда попасть в глубина у меня не будет возможности оттуда попасть в глубины пока я не попаду туда через глубины понимаешь все тогда забей короче вся вот эта вот история нам пока недоступна ну либо я не знаю как туда залезть и единственно логичный вывод который пока могу сделать а да спустись тоже но тогда мы не так что и многое пропустили в итоге что естественно как бы этом что собрал если этом не был блин короче по прямой чё тут какая-то хаупа домик дальше еще будет босс файт на кругу на босс файт рассчитываем хочу много денег много денег много рун я хочу быть властелином этого мира ну смысле кольца илдом лачуга мстителя а где мститель не пережил примещение во времени что это лачуга тони старка мы его не увидим вообще тут много людей умирает сон сейчас не помешает хорошо мне не нравится эта идея ну давай сон говорит сейчас не помешает до утра давай это не пись какой-то это полудня до до ночи возможно давай до ночи ночью просыпается мафия и мстители всякие нет ах отчаяние вероятно сон так я я пытался кукс кук спать ты попу полутра суток проспал на тут еще одно кольцо битвы эти боссы кстати тоже бывают жесткие бывают очень легкие сейчас не знаю не знаю что здесь будет кроме рун большого количества рун а вылезай у юмая а забей это не враг ну закончилась стамина бывает ты дурной ты в стену врезался серьезно вот я вне записи подрался с одним таким и он был сложнее чем этот великан потому что это просто великан просто типичный великан окей это сделали здесь надо снять или подожди да надо снять а ну я там просто поставил другую метку все получается здесь вот тут еще есть битва но там будет тяжело туда пока не пойдем получается раз два данж это все мы не можем ну вот там вот еще внизу есть данж и надо сходить в шахты и попробуем может быть убить дракошу не должен быть таким сложным здесь для меня давай прокачаемся 59 нормально сейчас опять снопа по классике по урону чё там у меня по урону вот он спит если сильно не будет дамажить меня то вот как бы можно убить я думаю что принцип сражения с ними примите ну а везде одинаковые как этот умеет бить хвостом нельзя кто-то тупо куску баланс да он посильнее а как типа куда мне надо было делать я пытаюсь забежать под него он авто наводится нам на меня просто так чтобы логично но еще она дамажит несколько раз подряд но убить можно снова что его расчет нельзя а без лошади я слишком не маневренный для борьбы с драконами что-то вот о нас у вас там что-то этот вот что-то 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 Да-да-да-да-да-да-да Филь Это самая хорошая атака Очень круто находиться в нем Пока он ее делает Но, например, дракон Вначале делал вот так Я-то знал Ну это жимба просто Как я жив Ого Везение Не-не-не, я не позволю Нет, хочешь дышать, дыши Тут я не против Кровоток скоро? Где мой блит? Не понимаю От этого вообще невозможно уйти Просто Кайф А у я на всю Вообще Весь бой мой с ним Таран-то плохо Ну под себя ты не посмеешь О Хорошо О нет Только не убей Ну или хоть так Давай на мужика Ну так вот просто Ну ворот был Был Че надо от меня еще Стой на месте Мордой своей На месте Стой Вообще пофиг Я просто на блит рассчитывал А можно не спрашивать? Пожалуйста Ну что за идиотизм? Да, я хочу воспользоваться лошадью Твою мать Значит я знаю Что багровая слеза потратится Че это за Кому-то в голову пришло вообще Во время боя Должен быть блит Должен Быть Уже не важно Вообще блит должен был сработать Безусловно 14 тысяч Дракош Побежден Дракон В храме драконьего причастия Появилась новая дракония сила Приятно Ну да Это то что я отмечал Получается Мечевидный у нас есть Нам кстати нужны еще Вот второго варианта Мечевидные ключи Две штуки Помните там были храмы Которые нас типа телепортируют Вот я бы туда сгонял Потому что это какие-то острова С не знаю С боссами С ресурсами С контентом Мы сегодня по кристальным пещерам Короче Ну это кристальный пещерный мох А вот Кристаллы Кристальный пещерный мох Это что-то там за сборище Подожди Тут маги Что за туса На который я пришел без хилок Книг меня ударил Знание и сила говорят Он буквально это понял Престящий камень кукушки У меня есть ощущение Что мы проходим данжи Для магических улучшений Потому что я это ни разу не использовал Все что связано в этой игре С кристаллами С блестяшками Это сразу магия Что тут босс файт Нет просто куча магов Ой И вообще кто Ааа Да Хорошая камера О там босс Почему я первый раз вижу Этого моба вообще Почему его никогда Мы не встречали В академии той же Охренеть Ну то-то я был без эстуса А сейчас Причем кристальный пещерный мох Восстанавливается Блин а может в В этих В пещерах В данжах Где Рудокопы просто ковыряют Камни там тоже Восстанавливаются Все камни Там можно просто типа По несколько заходов делать Знаете Типа заходить Собирать ресет Заходить Собирать ресет Может так можно делать Я был бы счастлив Просто отфиксировать Значит в каком Находится В каком находится Первого В каком второго В каком третьего И тогда вообще Ну проблемы будут Но Можно всегда Нафармить Окей Если справа там у нас босс И сильный противник То здесь должен быть, да, предмет Очевидный ключ Чтобы я не ушел в минус По ключам За то, что открыл это место Надо бы секретку, что ли, открыть Которую в самом начале Но я так и забыл про нее Нет, там лежит фигня какая-нибудь Я не знаю, дешевая вообще Ну, типа, зачем она мне Так, слышь Не надо дубиной меня бить, пожалуйста Этим тоже Книги бьют, дубиной бьют Чем не бьют? Кто? Ну, это не... А как? Ну, так нельзя Ну, что это такое? Вы думаете, я не смогу это переиграть? Смотри, что умею Бам Кровь-то тащит Руническая дуга Заколебали с рунической дугой Просто Я почитал, что она делает Что она еще раз делает При использовании Благословляют вашу великую руну Каким образом? И что это? Что изменилось? Дало какие-то эффекты Хорошо Наверное, если я умру Я благословление потеряю Это же парный босс Так, ну, надо убивать мага Очевидно Ой А-а-а Такие О-о-ой А все? Твою мать Минус 25 тысяч, что ли? А я не знаю, как это убивать Ну, с моим оружием Урон вы видели? Ага И что это такое? Это просто спамят Вот эти атаки, или что? По 48 я их бью Если что Вы такие душные Это просто жесть Орнштейны и смоуга Есть хотя бы разные Там, я не знаю, анимации Это же такое Они друг друга дамажат Нет Нет Потрясающе Очень интересный боссфайт Обосраться какой интересный боссфайт Просто Просто самое Крутое Что я проходил В этой игре Ну, это бесполезно Мне не хватит Орнштейны и смоуга Обиси их не могу биться Опа А давай о подожди возможно возможно не все так плохо это все еще дерьмо но хорошо боже какая салютно отвратительная механика так что яхтер убиваю ли что реально так подожди надо тогда это просто с этой все просто такая и вообще мозгов нету хренеть и теперь я просто и сбиваю хилюсь за счет этого наверно даже ударить смогу это такая хрень самом деле супер душная просто какая-то комната реально а сюда так можно было попасть без ключа простите не типа механика того что они кристальные и ты должен как-то сбить сначала с них поезд хотя если честно не понимаю но наверное способности все будут против них работать типа сбить поезд способностями а потом уже ты можешь их нормально бить это прикольно то что они две такие они одинаковые просто с магией и мечом и при этом у них типа просто по две анимации да дай бог на каждого это идиотизм полный зачарованные земли одни заклинания собираю и богу так ну и мы получается здесь прошли там рычаг с подъемником все ясно но прикольно кстати то что сюда можно так добраться даже не предполагал благодати здесь нет нам надо как-то попасть сюда хотя и не обязательно так давайте мы сгоняем сейчас в начале куда сюда я хочу отдать товарищу ключ он хотел ключ чтоб попасть в академию я его ему дам я очень надеюсь что игра предполагает что мне надо искать 2 потому что мне мой не нужен зачем он мне не нужен он мне нужен но он мне не нужен это м Продолжение следует... Ну, зачем мне ключ? Я, говорит, не смею тебя его просить. Ну, конечно, спасибо, но у меня есть благодать, по которой я такой... И прыгаю, куда хочу. 60-й. 60-й и сколько? 32 жизненная сила, если не учит. Подождите. Секундочку. Вот это благословление... Великое, да. Уличит характеристики. А если почитать в инвентаре про дугу... Где оно? Ну где оно? Вот это расходник. Это надо, кстати, снять по-хорошему. Сколок разбитого кольца Элден. При использовании дарует благословение вашей Великой Руне. При отсутствии Великой Руны слегка увеличивает максимум здоровья. Стоп. При отсутствии Великой Руны слегка увеличивает максимум здоровья. То есть я могу просто повысить себе максимум здоровья за счет этого? А если я сниму? Или я не могу снять? Убрать. При замене Великой Руны действие и эффекты в плита. Хорошо. Охренеть она дает мне. Одну примени. Это постоянный баф или нет? Как теперь это понять? Нет. Это я просто потратил дугу. Все, я понял. Короче, это просто баф. А так я бафаю себе Руну и смотри, что происходит. Неплохо. Неплохо. Прям очень неплохо. Так, мы здесь ищем руду. Все, ничего не знаю. Мне нужна руда третьего уровня. Локация такая, что примерно третьего тут должны давать. Проблема в том, что там только есть, здесь, здесь ковыряют не то. Хочешь, иди ко мне. Не хочет идти ко мне. Третьего. Третьего, отлично. Отлично. Я хочу прокачать до десятки хотя бы один скемитар. Если будет хотя бы один, то уже... Это уже хорошо. Это уже то, что я хотел бы. Мне просто, я не знаю, либо мне кажется, либо это правда так работает, что в какой-то зависимости от уровня второго оружия, которое у меня экипировано в руке, нету. Либо оно есть, но очень незначительное. Ну, у меня же не так много урона появилось вот после того, как мы там прокачали второй скемитар до хорошего левела. Да, ё-моё. Ну, тут мало. Тут больше кристаллические пещеры. Бери! Действительно то, что я хотел. И вот надо будет проверить, если я помру... Хотя, подожди, мы были в этих руинах. В том числе. Ну, в подобных. Я там умирал. Когда я возвращался, опять ничего там не возвращалось на место. Вроде как. Ну, просто это было бы... Это было бы имбо-фарм... Вот этих предметов. Третьего уровня. Да и вообще любого уровня. Ой, как хорошо! Но я думаю, что мы можем прокачать сейчас скемитар, да, еще на левом? На плюс 9 он у меня будет. Трешки качают до десятки. А после десятки, может, у меня какие-то еще тоже есть. Грубо говоря, если сейчас хватит на плюс 2 сделать, то кайф. Может, как раз хватить. А может, не хватить. Там много надо. Там, когда последние уровни, от возможной прокачки, там прям очень дорого уже. Там по 6 могут просить сразу. И вот это только одна пушка. Камень мрака. Ну, а камнями мрака мы прокачиваем себе более крутое оружие. Вот я очень сильно надеюсь, что я сейчас камня мрака не трачу. Потом, когда мы найдем катаны, они будут требовать камня мрака просто. И тогда мы вообще в шоколаде. Потому что камней мрака у меня много. Плюс их можно еще купить. Ммм, кайф. Ты вообще умри. Второго. Ммм, не то. Сколько у меня сейчас третьего? Давай посмотрим. Четыре штуки. Мало. Четвертого 10? Это до плюс 12. До плюс 15 и пятого. У меня их 5. Короче, надо третьего уровня кузнечной камни искать. И будет кайф. Нет. Не успеешь. Да почему второго? Третьего. Хорошо. Я просто еще не помню, сколько там надо было. Здрасте. А я тоже как умею. У меня тоже мечи, короче. Тоже быстрыми орудую. Первого Х3. Второго Х1. Да где трешечки? Трешечки закончились? Все. Мы подгоны. Over. Где мои трешечки? Очень хочу трешечки. Чего вы охраняете? Зачем вы это? Что? Спокойно. Ну в углу стоял, как разультился во все стороны. Блин, Самира сраная. Кристальный нож. Товарищи, как работается? Как у вас... Ой, как у вас здесь много. И как мне это нравится. Три штука. Три штука. Начнем с бэкстеба. Ой, а он сидит. Какой-то прям больной. Сейчас будет самое не то. Вот цепануть ребяток. И чтобы еще какой-нибудь там подошел. Второй такой же, например. Да, это прям моя мечта. Какой-то маг. Хорошо. Так, как только я подберу, они на меня загорятся. Ой, как мне нравится это место. Боже. Второго. Третьего. Какой кайф. Какой вот... Это место... Это не опциональный данж. Это must have данж. В него нельзя не заходить. Если вы не заходите в этот данж, то вы не проходите игру. Это... Это надо зафиксировать просто. Это обязательный фактор. Охренеть. Здесь все еще не боссфайт. Но я думаю, там внизу уже будет. Ну давай сейчас у этих все украдем. Короче. Давай. Сколько... Сколько третьих? Оуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу факт зависит от того кто это потому что у меня нету на кнопку а место тяжелое все равно ты уже с дрожжа что ты делаешь дух хватит ведь такое а вот вот как бы у меня сколько два удара три удара крутой что делать бэкстебра работают надеюсь что прыжковые атаки поезд собит я понял я заставлю кристаллица кровоточить сейчас я понял кого я собираю кузнечный колокол сфера рудокопа кузнечная колокол а кузнечная колокольная сфера колокольная сфера тоже хочу не думаю это для 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 за не помню как их вообще зовут называют никогда не видел даже так ну все но мы красавчики короче остается здесь башня но она не такая существенная здесь босс мы до него дойдем когда будем это место исследовать сюда тоже вернемся позже в принципе можно теперь отправляться в звездные пустоши потихоньку может быть где-нибудь за кадром еще закрою данжи которые в первой логике там не так много не так тяжело да и контента там толком нет это буду все убивать с одного удара скорее всего вот эти мадамы колокольная сфера же и что это дало новые предметы у них появились или нет не у них тоже самое все первое второе можно купить у них не у них что-то появилось но кузнечные камни не помню чтобы у них можно было покупать отлично здесь можно покупать кузнечные камни просто нужно все кайф тогда сбил дом не проблема надо просто будет найти еще подобные шахты чтобы проходить я даже не знаю где они могут быть так теперь момент истины вы прокачиваем ли мы мой скемитар на плюс 9 не не прокачиваем сколько надо а нет продажди плюс 10 две штуки четвертого уровня плюс 11 и все не хватает двушечку душечку не хватило еще две четвертого уровня я бы сделал плюс 12 а потом плюс 13 это пятого уровня это 13 но 14 мы точно не сделали но оно могло бы быть 13 уровнем если бы у меня было вот это шикардосно нормально не шикардосно но нормально типа вот такие у меня два скемитара в принципе вот с этим набором можно уже идти надо еще ребенок сделать еще мы благословили руну что очень даже помогает с новыми статами я теперь даже не уверен что прямо так сильно нам нужно так сильно дхп качать теперь я же поменял я не поменял я забыл как хорошо что мы не померли мог ветку потерять нормально ну и пойдет прокачаться если потратить все наверное получится на типа один уровень ап ныда пофиг как раз 60 с оружием которое уже более-менее компетентно мы отправляемся звездные пустоши теперь уже совершенно точно но если вы смотрите эти ролики по мере того как они выходят то уже не сегодня скорее всего я уж стали я уж стали выиграть игру а тут еще и тяжело будет поэтому я прям сюда тэпнуть но нормально короче это нужно было сделать вот эти шахты нельзя недооценивать эти шахты просто имбочка просто есть еще такие где-то я на карте не видел чтобы мы такие не открыли это вот именно это именно кристальные шахты то есть кристальные шахты более к топовых уровней я думаю что да а ну дальше будут другие уровни какой кайф что первого уровня теперь их можно покупать это просто потрясающе вообще ну да а нам вот туда не можно конечно почистить здесь еще попробовать но я предлагаю все равно дойти сначала до радана он где-то тут тут не так много места я так понимаю и не знаю получить от него по лицу потом потом поизучать может быть как пойдет как всегда